Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы начинаем серию вебинаров, посвященных теме, которая, безусловно, сейчас волнует всех педагогических работников сферы дошкольного образования. Это тема перехода на работу в соответствии с ФОПДО и тема подбора учебно-методических материалов, учебно-методических пособий, которые помогут вам решить задачи, заявленные ФОПДО. Сегодня мы начинаем цикл вебинаров, посвященных данной теме, и первое направление, которое мы рассматриваем, это социально-коммуникативное развитие. Итак, сегодня моё выступление будет строиться следующим образом. Сначала я расскажу некоторую теоретическую составляющую, потом передам слово нашим практикам. Сегодня это будут педагоги детского сада «Тополёк», который находится в селе Поспаул Алтайского края. Итак, в первую очередь хотела бы обратить ваше внимание на то, что педагоги свободны в выборе учебно-методических пособий. Главное, чтобы учебно-методические пособия, которые они будут использовать в своей работе, решали задачи, которые заявлены во ФГОС дошкольного образования и ФОП дошкольного образования. И если мы с вами сейчас обратимся к нормативной базе, то мы можем сослаться на некоторые статьи закона об образовании в Российской Федерации и, собственно, на приказ 10.28, в соответствии с которым была принята ФОП дошкольного образования. Итак, если мы с вами посмотрим на федеральный закон об образовании в Российской Федерации, то для нас наибольший интерес представляют следующие статьи. Это статья 18. Здесь, как вы видите сейчас на экране, нас интересуют в первую очередь пункты 1 и пункт 3. Эта статья посвящена печатным и электронным образовательным информационным ресурсам. Так, в соответствии со статьей 18.1 библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными или электронными учебными изданиями, включая учебные пособия. Если мы говорим о дошкольной ступени образования методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. То есть здесь мы говорим, что действительно в дошкольной образовательной организации должен быть сформирован библиотечный фонд, в который входят учебные методические пособия и наглядно-дидактические пособия, которые помогают реализовать программу, по которой работает учреждение. И в пункте 3 мы смотрим, что при реализации образовательных программ дошкольного образования учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного образования, определяются организацией, осуществляющих образовательную деятельность С учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также федеральных образовательных программ дошкольного образования. То есть это то, о чем я вам уже сказала. Учебно-методические пособия должны соответствовать с одной стороны требованиям в госдошкольного образования, с другой стороны требованиям по подошкольного образования. Статья 28, также закона об образовании. Пункт 2, тоже нам может быть полезен. Он звучит следующим образом. То есть, опять же, мы с вами видим, что образовательные организации могут самостоятельно выбрать то или иное учебно-методическое пособие. Еще для нас интерес представляет статья 47 закона об образовании. В ней отражен правовой статус педагогических работников, права и свободы педагогических работников и гарантии их реализации. И наряду со всеми прочими пунктами, в первую очередь мы обратим внимание на третий пункт, в котором отмечено, что педагогические работники обладают свободой выбора использования педагогически обоснованных форм, средств и методов обучения и воспитания, имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания, право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания. И даже если мы с вами обратимся непосредственно уже к приказу Минпросвещения России от 25 ноября 2022 года номер 1028 об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования, и посмотрим пункт 23.4, мы увидим, что формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог определяет самостоятельно. Главное, чтобы он реализовывал задачи, которые заявлены в Федеральной образовательной программе. Итак, с этим мы определились. Теперь для нас важным является действительно подбор того пособия, которое позволит нам решить задачи. И здесь, наверное, в первую очередь нужно рассмотреть, какие же все-таки задачи включены в область социально-коммуникативного развития. Если мы с вами откроем Федеральную образовательную программу дошкольного образования, мы увидим, что различные задачи данной области начинают решаться уже буквально с младенческого возраста, с двух месяцев жизни. Но нас в первую очередь на сегодняшнем вебинаре интересуют задачи социально-коммуникативного развития дошкольников, то есть детей, начиная с трехлетнего возраста. Если мы с вами обратимся к Федеральной образовательной программе, то мы увидим, что задачи социально-коммуникативного развития, начиная с трехлетнего возраста, подразделяются на четыре больших блока. Первый блок – это задачи в сфере социальных отношений. Второй блок – это задачи в области формирования основ гражданственности и патриотизма. И третий блок – это задачи в сфере трудового воспитания. И четвертый блок – это задачи в области формирования основ безопасного поведения. И начиная с трехлетнего возраста, в каждом из представленных блоков определены некоторые задачи. Мы можем отследить усложнение вот этих вот задач от младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту. В качестве примера приведу задачи, которые решаются в возрасте трех-четырех лет и в возрасте шести-семи лет. Итак, в сфере социальных отношений этот блок уже достаточно широко представлены задачи. В этом блоке уже достаточно широко представлены разнообразные задачи уже в трехлетнем возрасте. Но здесь мы видим, что работая с трехлетним ребенком, мы будем развивать у него эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить правильно их называть, обогащать представления детей о действиях, которые проявляют добрые отношения и заботу о членах семьи в близком окружении, поддерживать детей в установлении положительных контактов друг с другом, оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, приучать детей к выполнению элементарных правил культуры и поведения в до. То есть мы видим вот эти вот простейшие задачи, с которых мы начинаем работу именно в области выстраивания социальных отношений, выстраивания взаимодействия со сверстниками, со взрослыми, в приобщении детей к нормам поведения в обществе. И сейчас вот на данном слайде мы видим тот же блок задач, это сфера социальных отношений, но это уже возраст 6-7 лет. Здесь мы видим, что задачи, заявленные в трёхлетнем возрасте, они присутствуют и здесь, но они значительно усложнились и дополнились новыми задачами. Так, мы видим, что опять же здесь идёт задача обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать свои переживания и эмоции окружающих. То есть это то, что мы называли формировать отзывчивость у ребёнка трёх лет. То есть мы видим, что здесь эта задача продолжает решаться, но на более высоком, более сложном уже уровне. Кроме того, здесь у нас появляется задача поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе. И вот как раз начиная в возрасте 6-7 лет появляется специфическая задача, это как раз здесь развивать стремление стать школьником. То есть здесь мы уже говорим о формировании школьной мотивации у ребёнка. То есть как раз вот такой вот эмоциональном компоненте школьной готовности, желание ребёнка учиться в школе, получить вот этот статус школьника, статус первоклассника, что является одним из компонентов школьной готовности, по сути. Так, следующий блок – это области формирования основы гражданственности и патриотизма. И здесь тоже мы с вами можем увидеть, с чего начинается работа. Это обогащение представлений детей о малой родине, учить детей отображать свои представления о родном крае, родном селе, в различных видах деятельности, в играх, в продуктивных видах деятельности. И вот эта задача, которая как раз будет лежать в основе развития патриотизма у ребёнка, в основе развития гражданской позиции. И мы с вами, если посмотрим уже старший дошкольный возраст, то мы увидим, что здесь задача существенно расширилась. Конечно, здесь вот эта вот изначальная задача, которая решалась в трёхлетнем возрасте, она здесь продолжает прослеживаться. Вот мы увидим третий пункт. Здесь она входит в состав третьего пункта. Рассвивать интерес детей к населённому пункту, в котором он проживает. Здесь она тоже, хоть она и присутствует, но она усложняется. То есть переживать чувство удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего. Но это что касается населённого пункта. Здесь же мы видим ещё и решение других задач. Это воспитывать патриотические интернациональные чувства, уважительное отношение к родине, представителям различных национальностей, различных культур. К народным обычаям, как России в целом, так и родного края. Расширять представление детей о государственных праздниках. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. Развивать чувство гордости за достижение страны в различных областях. Знакомить с целями и доступными практиками волонтёрства. То есть мы видим, что к старшему дошкольному возрасту эти задачи уже гораздо шире представлены в данной области. Следующая область – это трудовое воспитание. И здесь мы тоже можем посмотреть, с чего начинают работу по данному направлению с трёхлетними детьми. Это развивать интерес к труду взрослых, в семье. А именно к тому труду, который дети могут наблюдать самостоятельно. То есть труду, который направлен на заботу о детях. Это мытьё посуды, уборка помещений группы, уборка участка. А также мы уже начинаем у детей воспитывать бережные отношения к предметам и игрушкам и формировать у них основы навыков самообслуживания. В старшем дошкольном возрасте, в возрасте уже 6-7 лет, мы продолжаем развивать ценностные отношения к труду взрослых, формировать представление о труде как ценности для общества, о разнообразии мира, профессии. Развиваем интерес, самостоятельность в разных видах доступного труда. То есть это уже не только... Продолжаем, конечно же, совершенствовать навыки самообслуживания, но здесь уже трудовые навыки существенно расширяются. И также мы говорим о формировании и воспитании различных качеств. Это ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых и включение в эти трудовые действия. Также это стремление оказывать посильную помощь окружающим. Допустим, оказывать помощь малышам или оказывать помощь взрослым в том или ином деле. И четвёртый блок, уже четвёртый блок задач — это область формирования основ безопасного поведения. И в трёхлетнем возрасте мы у детей начинаем только формировать ещё интерес к формам безопасного поведения, обогащаем представление детей о правилах безопасного поведения главным образом в быту. В старшем дошкольном возрасте задачи в области безопасного поведения существенно, конечно, расширяются, они становятся более сложными, они рассматриваются уже в различных сферах. И здесь мы говорим о формировании представлений о потенциально опасных для человека ситуациях. Это ситуации могут быть в общении, это ситуации в быту, ситуации в природе, ситуации на улице и так далее. Особым блоком идёт формирование навыков безопасного поведения, безопасности дорожного движения. А также мы воспитываем у детей осторожное, осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям. То есть мы их знакомим с ситуациями и формируем у них уже осторожное отношение. То есть ребёнок должен не только распознавать эти ситуации, но и уже знать, как себя в этих ситуациях вести, и как максимально себя обезопасить. И это что касается задач, которые заявлены в ФОП по социально-коммуникативному развитию дошкольников. И сегодня вашему вниманию мы хотим представить пособие Абрамовой-Слепцовой «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». Вы его сейчас видите на экране. В пособие входит пять книг. Вот одна у нас не выведена на данный слайд. Она посвящена о работе с детьми раннего возраста. И, возможно, мы о ней поговорим на отдельном вебинаре. Здесь же представлены книги, которые отражают работу с детьми дошкольного возраста. С помощью данного пособия вы сможете решить как раз вот эти четыре блока задач, которые заявлены в ФОП ДО, и о том, как это можно осуществить на практике, вам расскажут педагоги детского сада «Тополёк», Моу-Паспаульская СОЖ имени Трофимова, села Паспаул Чуйского района Республики Алтай, Танзыкова Наталья Михайловна и Чичканова Марина Михайловна. Пожалуйста, вам слово. Мы хотим поприветствовать участников вебинара и рассказать о том, как нам предстоит дальнейшая работа, как нам гибко перейти на реализацию федеральной основной программы дошкольного образования в области социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. И свое выступление мы хотели бы начать со слов Надежды Константиновны Крупской, что для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение. Игра для них учеба, игра для них труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – это способ познания окружающего. Эти слова, они как не кстати подходят именно к области социально-коммуникативного развития. Нам, всем дошкольникам, предстоит изменение. И с 1 сентября 2023 года мы будем работать уже по федеральной основной программе, которая строго регламентирована документами Министерства просвещения Российской Федерации. Хочется отметить то, что социально-коммуникативное развитие в федеральной основной программе дошкольного образования представлено четырьмя блоками. Это сфера социальных отношений, в области формирования основ гражданственности, патриотизма, сфера трудового воспитания и область формирования безопасного поведения, где нам, педагогам, предстоит формировать представление детей об основных источниках и видах опасности в быту на улице, в природе. Мы хотим поговорить о том, что данная область социально-коммуникативное развитие дошкольников можно очень плодотворно и атмосферно реализовать через учебно-методический комплекс «Абрамово и Слепцово и социально-коммуникативное развитие дошкольников», которое представлено на слайде по разным возрастам. Это младшая группа, средняя, старшая и подготовительная. Для того, чтобы сегодня у нас получился такой разговор, который будет полезен каждому дошкольнику, мы решили разбить по блокам и представить не в каждом возрасте задачи, а именно взять, начиная с младшей группы до подготовительной, какой-то определенный блок, что сегодня нам и предстоит сделать. Итак, начинаем с младшей группы. Сегодня мы поговорим о направлении социально-коммуникативное развитие дошкольников среднего и младшего и среднего дошкольного возраста в пособии «Абрамовой и Слепцовой». В данном пособии представлены вариативные формы работы с детьми – беседа, ситуативный разговор, игра, речевая и проблемная ситуация и другое. Социально-коммуникативное развитие ребенка происходит в процессе всех форм детской активности – в ходе общения со взрослыми, сверстниками, в игре, во время занятий, в режимных моментах. Задачами сферы социальных отношений в младшей группе являются развитие эмоциональной отзывчивости, способность откликаться на ярко выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать эмоциональные проявления, учить правильно их называть. Авторы предлагают задания на развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания и привязанности, на формирование готовности к совместной деятельности со взрослыми, со сверстниками. В младшем возрасте развитие эмоциональной отзывчивости в данном пособии представлено следующими формами – ситуативным общением в ходе самостоятельной, игровой деятельности, в режимных моментах, на прогулках. Например, «Хрюша и Филя в гостях у ребят», «У нас дома гости», «Я умею говорить спасибо», «Поздоровайся с ребятами», «Зайка в гости приходил», «Всех ребят развеселил», где формируется доброжелательное дружеское отношение и умение приветствовать друг друга. Способствовать развитию эмоциональной сферы может и наличие экрана эмоций и уголков уединения, которые мы также дополнительно используем в своей работе. Вежливое и заботливое отношение к окружающим, умение общаться спокойно, без крика, взаимодействие друг с другом формируется в таких темах, как «Я поздравляю бабушку с днем рождения», «Красивый коврик», «Я звоню по телефону», «Угощение для зайца», «Поможем Маше накрыть на стол», «Пожалей Катю», «У меня день рождения» и так далее. Одно из задач, которые мы можем решить при помощи данного пособия – это приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО. Знакомство с правилами поведения за столом, навыки во время еды и умывания предлагается формировать через использование художественной литературы, как сорока кашу варила, как вести себя за столом, где поведение героев анализируется и переносится в повседневную жизнь детей и группы. Элементарные навыки самообслуживания формируются в ходе подготовки к прогулке и представлены следующими темами. Вот какие варежки поможем Маше собраться на прогулку. Элементарные правила поведения в группе в данном пособии представлены следующими темами. Надо вещи убирать, не придется их искать. Поможем куклам разыскать вещи. Я делюсь игрушками. Правила поведения также могут быть представлены в виде сюжетных картин, которые обсуждаются с детьми и в ходе деятельности обращается внимание детей на данные картинки и выполнение правил. Сейчас мы рассмотрим социально-коммуникативное развитие дошкольников среднего возраста. Как данный ОМК предлагает решать задачи в следующей сфере трудового воспитания? Это формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда, воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях, вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда, развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желание включаться в повседневные дела. Решение задач происходит в ходе игровых ситуаций. Поможем Маше накрыть на стол. Стирка кукольной одежды, где мы побуждаем детей участвовать в посильном труде. На прогулке дети старшего дошкольного возраста привлекают малышей к совместной уборке территории. Собираем осенние листочки. В темах «Наблюдаем за растениями» страница 54, «Найди ответ в энциклопедии» страница 91. Поощряем желание детей ухаживать за комнатными растениями. Задача воспитания у детей и желание трудиться и участвовать в коллективном труде решается через тему, что мы посадим в оборудовании. В совместной трудовой деятельности на прогулке «Неразлучные друзья, взрослые дети» страница 52. Поощряется инициатива детей в оказании помощи взрослым. Формируется положительное отношение к труду. Решение задач «Расширять представление о труде взрослых и о значении их труда», формировать бережные отношения к сделанному руками человека, раскрывается в темах «Дымковские и Богородские игрушки». «Мы любим молоко», «Нужны ли рисунки в книгах». В ходе самостоятельной деятельности у нас порядок, страница 53. Решается задача развивать желание трудиться и выполнять индивидуальные поручения. В среднем дошкольном возрасте мы также формируем бережное отношение и ответственность к выполняемому заданию в ходе общения и самостоятельной деятельности. «Ремонтируем игрушки», страница 89. «Помоги воспитателю отремонтировать книги», страница 25. «Или разъясняем детям значимость их труда и воспитываем желание доводить начатое дело до конца». Рассмотрим с вами следующую область формирования безопасного поведения, где нам, воспитателям, предстоит формировать представление детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на природе, в информационно-телекоммуникационной сети интернет и способах безопасного поведения, правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажиров транспортного средства. Нам, педагогам, предстоит формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, знакомить с основными правилами пользования сети интернет, цифровыми ресурсами, исключая практическое использование электронных средств. На примере ОМК «Социально-коммуникативное развитие» Абрамовой и Слепцовой в старшей группе, где также можно проследить формы, которые предлагают нам разработчики данного пособия, такие как экскурсия, игра на прогулки, игра, сюжетно-ролевая, дидактическая и также общение в ходе самостоятельной деятельности. Можно проследить в таких занятиях, как о правилах дорожного движения. В пособии представлено такое занятие, где можно подвести детей к пониманию необходимости, соблюдать правила дорожного движения, продолжать знакомить с дорожными знаками, естественно, воспитывать культуру поведения на улице. Разработчики предлагают формировать интерес к изобразительной деятельности, развивать интерес к художественной литературе. Предлагается также материал, который могут воспитатели взять и использовать в своей работе. На примере нашего детского сада данная тема может прослеживаться еще дополнительно в проектной деятельности, в сюжетно-ролевых играх, в игровой деятельности и также в продуктивной деятельности. Прослеживается данная тема и при сетевом взаимодействии с сотрудниками дорожно-патронной службы, в игровой деятельности настольно-печатных игр и, конечно, игр, которые предлагают нам широкий формат не только сети интернет, но и, конечно же, широкий формат, которым могут воспользоваться все педагоги. На примере безопасного поведения мы можем рассмотреть в старшей группе такое занятие, как «Добрый и злой огонь», где мы можем формировать представление, что полезные бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. Данная тема прослеживается в таких формах, как встречи, ситуативных разговорах в игровой и продуктивной деятельности, где сотрудники МЧС не просто рассказывают детям при входе встреч о своей работе, но также они проводят для них интересные игры, которые предлагаются сами сотрудниками. Поэтому взаимодействие, такое взаимодействие, оно, наверное, очень продуктивное и полезное всем участникам образовательных отношений. Следующая тема в блоке безопасного поведения, например, «Если я потерялся», мы можем проследить о том, как дети могут называть свое имя, фамилию, возраст, адрес, телефон. Также предлагается продуктивная деятельность, например, как умение лепить по представлению стихотворения, то есть также использование художественного слова, развивать чувство пропорции. Конечно же, развиваются коммуникативные навыки у детей в ходе такой деятельности, и поэтому мы, педагоги детского сада, предлагаем уголки безопасности в ходе игровой и познавательной деятельности. Дети учатся не просто определять номер, по которому они могут позвонить в случае опасности, но и, конечно же, рассказать о том, кто они такие, откуда, с какого региона, где они живут, если, допустим, опасность может быть предложена от простого к сложному. Детям это интересно, и, конечно же, по ходу этой деятельности они занимаются продуктивной деятельностью. Следующее занятие, которое предлагают разработчики в старшей группе, как правильно вести себя в лесу. Здесь формируются основы экологической культуры и безопасности поведения в природе. Совершенствуется умение детей высказывать предположения, они делают простейшие выводы, умозаключения, развивается интерес к художественной литературе, воспитывается бережное отношение к природе. Разработчики предлагают, что можно использовать картинки с изображением правильного и неправильного поведения детей в природе. Мы, как педагоги, решили использовать, следуя данному пособию, такие формы, как экскурсия, путешествия в снежный городок и калят, где ребята знакомятся с запрещающими знаками и позволяющими, что можно и как нужно себя вести в лесу. Правила поведения лесу в групповых комнатах находятся в уголках уединения, где также можно проследить знакомство детей именно по данной теме, как правильно вести себя в лесу. Что такое лед предлагается по данному пособию разработчиками в старшей группе? Здесь мы можем увидеть в задаче, что мы должны учить детей внимательно слушать стихотворения, формировать умение устанавливать причинно-следственные связи и создавать сюжетную композицию. Конечно же, при изучении и знакомстве такой темы мы можем проводить не только экспериментальную деятельность, но и знакомить детей по правилам поведения в зимнее время года и безопасности на льду, которые организуют сами воспитатели на прогулочных площадках. Далее в блоке формирования безопасного поведения мы можем знакомить в общении и в ходе самостоятельной деятельности о правилах безопасности, где у ребят закрепляются знания об основах безопасности жизнедеятельности и, конечно же, создании художественных композиций. Правила безопасности ребята могут по своей инициативе или при помощи воспитателя зарисовывать, определять и располагать сюжетные картинки. Они могут их располагать и самостоятельно. Это могут быть различные формы и схемы, и записи, и композиции. Следующую тему мы рассмотрим, которая предлагает нам также разработчики, по социально-коммуникативному развитию Абрамова-Слепцова в подготовительной группе. Эти задачи у нас рассматриваются в области формирования основ гражданственности и патриотизма. Мы можем проследить о том, что мы воспитываем уважительное отношение к своей родине, к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям разных народов, расширяем представление детей о государственных праздниках и поддерживаем интерес детей к событиям, происходящим в стране. Развиваем чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны. Знакомим с целями и доступными практиками волонтерства в России, включаем детей при поддержке взрослых в социальные акции. Волонтерские мероприятия в дошкольных образовательных организациях и в населенном пункте или, допустим, в городе, в котором мы проживаем. Развиваем интерес детей к населенному пункту, в котором дети живут. Переживаем чувство удивления, восхищения, достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего. И, конечно же, поощряем активную часть в праздновании событий, связанных с местом проживания. Также можно увидеть, как разработчики социально-коммуникативного развития дошкольников Любовь Владимировна Абрамова и Ирина Федоровна Слепцова предлагают разные формы в подготовительной группе. Это сюжетно-ролевая игра, общение в самостоятельной деятельности, ситуативная беседа, акции, праздники и события. Остановимся подробнее. Например, на занятии мы рисуем портрет мамы. Здесь у педагогов первоочередной задачей становится воспитание внимательного отношения к своим родным, развитие стремления доставлять радость близким. Конечно же, формируется у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности и развивается умение отождествлять себя с героями рассказа. Происходит взаимодействие также продуктивной деятельности и воспитание произведением литературы. На примере нашего детского сада мы можем предложить детям нарисовать портреты мам, можем предложить ребятам прочитать стихотворения, другие произведения, и можем предложить детям составить рассказ о своей любимой маме. Далее, разработчики предлагают такую тему в данном блоке, как «Наша армия». Это развитие стремления следовать в своих поступках к уважительному примеру, воспитание и уважение к защитникам Отечества и, конечно же, обогащение музыкальными впечатлениями детей. Здесь можно предложить ребятам разноплановые мероприятия. Это и также продуктивная деятельность, игровая деятельность, это могут быть смотры песни из строя, это могут быть подготовка к праздникам всех групп разных возрастов, то есть объединить как волонтерское движение ребят подготовительной группы и ребят других возрастов. Следующая тема немаловажная. В данном возрасте это «Никто не забыт, ничто не забыто» в общении в ходе самостоятельной деятельности. Мы расширяем представление детей об истории семьи в контексте истории родной страны, рассказываем детям о воинских наградах, про бабушек, про отедушек. Если, допустим, в семье нет таких героев, а это сейчас тема, она рассматривается и актуальна для молодых семей, поэтому мы предлагаем рассказать о векеранах, о знаменитых людях, тех мест, где живут ребята. Это расширяем знания о государственном празднике, воспитываем уважение к памяти павших бойцов. На примере нашего детского сада мы тоже предлагаем такие формы, как продуктивная деятельность, проектная деятельность, событийная деятельность. Ну, на примере, как дети могут вместе с родителями организовать такие проекты, как мини-музей в чемодане, где можно проследить события тех лет военных и можно предложить рассмотреть сейчас в современное время ребятам, что представляют собой символы победы, например. Предложить также продуктивную деятельность, рисунки, аппликации, пластилинографию, то есть различного рода формы, которые будут интересны детям и важны в данной теме. Можно организовать стену памяти, где ребята уже сами ответственно приглашают всех участников детского сада и чувство гордости за своих земляков вот именно тоже при помощи разного формата разместить на стене и гордиться теми людьми, которым мы живем вот именно в мирное время на нашей земле. Практики волонтерства в России сейчас связаны с такой темой у нас в детском саду, как добрые письма участникам специально военной операции. Это акции, которые проводятся в детском саду. Кроме этого, акции очень много волонтерских, когда мы организуем взаимодействие подготовительной группы с детьми младшего возраста и, конечно же, стремимся к тому, чтобы они были социально важными в жизни каждого ребенка. И в заключение хочется сказать, что сегодня мы с коллегой Мариной Микаловной попытались проследить четыре блока. Это сфера социальных отношений, сфера безопасного поведения, сфера основ гражданственности, патриотизма, сфера трудового воспитания в разных группах, начиная от младшей до подготовительной. Мы думаем, что пособия социально-коммуникативное развитие дошкольников, которые предлагают разработчики Любовь Владимировна Абрамова, Ирина Федоровна Слепцова, они как ни кстати подходят именно для реализации федеральной основной программы дошкольного образования. И те формы, как общение в самостоятельной деятельности, ситуативные разговоры, общение в ходе прогулки, игры, те формы, которые предлагают разработчики, они очень важны в реализации федеральной программы. И, конечно же, они будут полезны каждому педагогу во всех регионах нашей Российской Федерации. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за интересный представленный опыт работы. Действительно, мы с вами увидели, насколько удобно использовать пособия Абрамовой Слепцовой по социально-коммуникативному развитию дошкольников, как это помогает реализовать задачи, заявленные в ФОП дошкольного образования. Также мы увидели те авторские разработки, которые представил сам детский сад, которые тоже можно взять на вооружение для реализации задач ФОП. Ну, а сейчас я хотела бы вам более подробно рассказать, где эти пособия можно приобрести. Итак, в линейке пособий вышло у нас пять книг по работе с детьми дошкольного возраста и одна книга по работе с детьми раннего возраста с детьми двух-трех лет. Данную литературу вы можете приобрести на Озон и на Вайлдберрис. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Здесь выведены QR-коды от сканиров, которые вы перейдете на нужные странички. Также вы видите, что сбоку прописан код для каждого пособия. Кроме этого, вы можете приобрести литературу в официальном магазине издательства «Мозаика Синтез». Это школа семи гномов. Тоже вы можете отсканировать данный QR-код и по промокоду FOP23 вы получите скидку на пособие 30%. Если вас интересуют оптовые закупки литературы для дошкольной образовательной организации, вы можете обратиться напрямую в отдел по работе с дошкольными организациями издательства «Мозаика Синтез». Сотрудники отдела помогут вам подобрать необходимую литературу, оформить весь пакет документов и, соответственно, оформить доставку литературы. Сейчас мы предлагаем 15% скидку на покупку литературы. Но для того, чтобы эту скидку получить, вам нужно уже сейчас ее зафиксировать, позвонить в отдел по работе с доу и заявить о данной скидке о том, что вы были слушателями вебинара. Саму же закупку литературы вы можете осуществить, когда ваше учреждение получит денежные средства. Мы продолжаем серию наших вебинаров по реализации FOP дошкольного образования. И следующий вебинар, на который мы хотели бы вас пригласить, посвященный теме музыкального воспитания детей, музыкального развития. И на нем будет представлена работа по очень интересному пособию, который называется «Музыка малышам». Мы ждем всех вас на данном вебинаре. Он состоится в понедельник, 22 мая, тоже в 12 часов. И на данном слайде вы видите QR-код для регистрации на следующий эфир, как раз на новый наш вебинар. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создал DimaTorzok